начинаем вязать переднюю часть нашего жилета у спинки мы добавили 7 петель с одной стороны и с другой значит у переда точно также добавим 7 петель с одной и с другой стороны мы с вами провязали 63 ряда значит начинаем вязать с изнаночной стороны берем новую ниточку и начинаем вязать у нас все четные ряды получается с изнаночной стороны то есть 64 66 68 и так далее снимаем первую петлю с изнаночной стороны все петельки вяжем по рисунку видим лицевые петельки провязываем лицевыми видим изнаночные провязываем изнаночными самостоятельно довяжите этот ряд до конца не довязывая одну петлю в конце ряда у меня шахматка идет из лицевых петелек поэтому последнюю петлю в этом ряду я тоже провязываю лицевой далее мы с вами должны набрать петельки я набираю 7 петель вы набираете свое количество петель точно такой же которое набирали у спинки я набрала 7 петель поворачиваем полотно начинаем вязать лицевой ряд это у меня получается 65 смотрим наш узор здесь у меня уже получается 3 лицевые 3 изнаночные значит узор шахматка я начинаю с 3 лицевых снимаем первую петлю провязываем 3 лицевые 3 изнаночные мы провязали 3 лицевые 3 изнаночные дальше вяжем по рисунку здесь у меня получается 3 лицевые 3 изнаночные ну и так далее вот так выглядит мой край потом мы сами сделаем здесь шовчик дальше самостоятельно провяжите этот ряд до конца и с той стороны тоже наберите если вы набирали также как я 7 петель у меня это 65 ряд переплетение косички я делаю в каждом шестом ряду получается в 66 мне нужно сделать переплетение косички а он получается с изнаночной стороны я вам покажу как можно делать переплетение косички с изнаночной стороны и так сейчас самостоятельно довяжите ряд я повторюсь и наберите нужное количество петель я довязала лицевой ряд набрала петельки теперь нам нужно посмотреть какие же здесь петельки нам нужно провязать у меня получается 3 изнаночные значит здесь 3 лицевые 3 изнаночные снимаем первую петлю ниточку вот так вот перекручиваем чтобы она не распустилась и провязываем 3 изнаночные 3 лицевые дальше вяжем по рисунку тут получаются 3 изнаночные ниточку можно подтянуть вот что у меня здесь получилось самостоятельно довяжите до 6 изнаночных вот этих здесь мы будем провязывать переплетение косички я вам покажу я довязала до 6 изнаночных тут идет переплетение косички с наклоном вправо снимаем петельки меняем их местами вот таким вот образом ну а теперь провязываем эти петельки изнаночными изнаночные петельки захватываем за переднюю стеночку как видите переплетение косички можно делать и в изнаночном ряду и в лицевом это не сложно сейчас я провяжу несколько петель потом вам покажу что у меня получилось и так вот такая вот косичка как видите все аккуратненько переплетение косички ровненькая вяжем до следующих 6 изнаночных петелек здесь получается у нас 4 изнаночные 3 лицевые с этой стороны у нас косичка идет с наклоном влево снимаем петельки меняем их местами провязываем изнаночными смотрите как делаю я и повторяйте за мной изнаночные провязываем за переднюю стеночку сейчас провяжу несколько петель и покажу что у меня получилось вот так выглядит второе переплетение косички как видите с наклоном влево все очень аккуратно самостоятельно довяжите этот ряд до конца я довязала ряд до конца я повторюсь 66 ряд в следующем 67 мы довяжем до середины вот так выглядит мои переплетения косички самостоятельно провяжите до серединки у меня серединка получается вот в этой части до середины не довязываем вот эти три петли я до середины не довязала три петли я повторюсь вот здесь у меня ровно серединка следующие 3 петельки мы будем менять местами вот таким вот образом одну изнаночную перебрасываем получается влево 2 лицевые вправо провязываем 2 лицевые одну изнаночную здесь следите за тем чтобы косичка не перекручивалась вот эти две лицевые петельки получается идут с наклоном вправо с другой стороны 2 лицевые пойдут с наклоном влево изнаночная петля получается кромочной с другой стороны точно так же меняем две лицевые с одной изнаночной тут я повторюсь получается 2 лицевые с наклоном влево провязываем изнаночную 2 лицевые следите за тем чтобы косички не перекручивались сейчас провяжу несколько петель и все вам покажу вот так выглядит наша серединка от этой изнаночной вот эти все петельки можно убрать на вспомогательную спицу мы сейчас с вами будем вязать с другой стороны самостоятельно довяжите этот ряд а также провяжите изнаночный получается вот до этого момента я провязала лицевой ряд и изнаночной вот эти петельки перебросила на другую спицу вот она наша серединка с этой стороны получается я провязала уже 68 рядов дальше мы с вами будем убавлять петельки у горловины поэтому давайте сделаем расчет берем нашу схему и смотрим в этой части нам нужно было провязать 23 сантиметра 63 ряда выше нам нужно было провязать 16 сантиметров это 43 ряда мы с вами провязали 68 рядов то есть на 5 рядов больше значит от 43 мы отнимаем 5 нам остается провязать еще 38 рядов давайте запишем нам остается провязать 38 рядов во второй части мы с вами делали расчет плеча здесь получается 14 плюс 6 20 плюс 7 27 27 с одной стороны и 27 с другой стороны мы с вами добавляли 7 петелек также как у спинки с одной и с другой стороны это получается 14 перед у меня имеет 75 70 петель 70 плюс 14 получается 84 петли мы с вами будем вязать отдельно левую и правые стороны поэтому делим на 2 и сейчас на спицы у меня получается 42 петли я вам нарисую сейчас нашу горловину тут идет плечо горловина у нас в образное я повторюсь плечо имеет 27 петель с одной и с другой стороны здесь у меня сейчас 42 петли с одной стороны и 42 петли с другой стороны нам нужно узнать сколько же сейчас необходимо закрыть петель чтобы получилось в итоге 27 42 минус 27 получается мне нужно закрыть 15 петель мы с вами будем мы с вами убирать петель получается в каждом лицевом ряду это в каждом втором ряду в первом в третьем в пятом седьмом и так далее поэтому 15 петель мы умножаем на 2 и получается 30 рядов у меня получилось мне нужно убрать 15 петель и это получается всего тридцать рядов мы с вами раньше делали расчет у меня здесь по расчету th домой рядов значит не хватает 8 рядов мы убирать будем в каждом лицевом ряду но так как мне не хватает 8 рядов я буду немножко по-другому я уберу первый раз в первом ряду потом третий лицевой я пропускаю уберу в пятом ряду далее уберу в седьмом ряду 9 я пропускаю уберу в одиннадцатом следующий раз уберу в тринадцатом ряду 15 лицевой я пропускаю убираю в семнадцатом далее убираю в девятнадцатом лицевом 21 лицевой я тоже пропускаю убираю в 23 лицевом далее убираю в 25 давайте посчитаем сколько это получается петелек 1 2 3 4 5 6 7 8 9 петель мне остается еще 6 петель убрать дальше я буду в каждом лицевом ряду убирать в 27 в 29 в 31 33 35 и 37 тут получается 15 раз 15 петель 38 мы просто провязываем начинаем вязать первый лицевой ряд снимаем первую петлю далее провязываем лицевую смотрите чтобы косичка не перекручивалась следующие две петельки провязываем вместе лицевой здесь тоже смотрите чтобы косичка не перекручивалась далее все петельки вяжем по рисунку у меня узор шахматка уже провязан 4 ряда поэтому в этом ряду я буду вязать наоборот самостоятельно провяжите первый ряд потом провяжите 2 изнаночный третий ряд провяжите в третьем ряду я не убавляя петельку 4 изнаночный в пятом мы будем второй раз убавлять петельки мы убавили одну петлю в первом ряду единичку зачеркиваем и так сейчас самостоятельно провяжите 4 ряда я провязала 4 ряда у меня получилось в четвертом изнаночном ряду я связала последний раз переплетение косички следующий у нас идет пятый ряд снимаем первую петлю провязываем лицевую далее провязываем 2 вместе лицевой ну а дальше все петельки вяжем по рисунку здесь я повторюсь я уже переплетение косички вязать не буду эти все петельки косички я просто буду провязывать лицевыми и так сейчас провяжите пятый ряд потом шестой в седьмом убавляем третий раз петельки я вам подробно написала схему в каких рядах убавлять петельки здесь не сложно дальше провяжите самостоятельно каждый раз зачеркиваем когда мы закрываем петельки тут получается 37 рядов 38 изнаночный ряд в конце отрезаем ниточку оставляем длинный конец нити и мы будем делать плечевой шов не забудьте что в конце несколько рядов нужно провязать просто лицевыми петельками также как у спинки я провязала 38 рядов убрала 15 петелек вот что у меня получилось начиная с 33 ряда я вязала в лицевых рядах лицевые петельки в изнаночных рядах изнаночные петельки в тридцать восьмом ряду последний раз провязала ниточку отрезала оставила длинный конец нити я повторюсь и мы будем делать плечевые швы все петельки убираем на вспомогательную спицу давайте еще раз покажу как выглядит край с краю у вас должна получиться красивая косичка начинаем вязать с другой стороны лицевой ряд у нас уже был провязан поэтому начинаем наше вязание с изнаночной стороны берем новую нить и начинаем вязать снимаем первую петлю дальше вяжем по рисунку видим изнаночные петельки провязываем изнаночными видим лицевые провязываем лицевыми самостоятельно довяжите этот ряд до конца также провяжите лицевой в конце лицевого ряда мы не довязываем 4 петли лицевой ряд это получается первый ряд в котором мы будем убавлять петельки мы будем убавлять получается с наклоном вправо но нам нужно чтобы косичка не перекручивалась поэтому вот эту лицевую мы у нее стеночку меняем местами вот таким вот образом ну а теперь лицевую провязываем вместе с изнаночной с наклоном вправо провязываем лицевой как видите косичка не перекручивается здесь провязываем лицевую там у нас ниточка ну и последнюю петлю всегда провязываем изнаночной ниточку подтягиваем самое главное всегда когда провязываем 2 вместе у лицевой петельки меняем стеночки местами если 2 лицевые нужно провязать вместе значит у двух лицевых меняем стеночки местами мы в первом ряду закрыли петельку зачеркиваем цифру 1 ну а дальше вяжем вот по этой схеме здесь не сложно вы уже самостоятельно провяжите получается провязываем изнаночный ряд 3 лицевой просто провязываем 4 изнаночной в пятом опять не довязываем 4 петли меняем у косички стеночку местами провязываем 2 вместе с наклоном вправо провязываем лицевую последнюю петлю провязываем изнаночной но и так далее последние 6 рядов мы провязываем лицевыми не забудьте в конце оставить длинный конец нити вот что у меня получилось на этом я заканчиваю третью часть в 4 мы завершим вязание нашего жилета